После назначения Валерия Карпина новым тренером сборной России, его команда Ростов проиграла уже два матча. И сейчас многие начинают задаваться вопросом, а стоило ли доверять Карпину такой ответственный пост, как тренер сборной России? С вами снова Константин Калуцкий, и я предлагаю разобрать этот вопрос, потому что сейчас, ну вот как-то поменялась ситуация. Изначально, когда уволили Черчесова и пришел Карпин, все были полны энтузиазма и была даже какая-то эйфория. Вот, мол, наконец-то, нужный наставник, крутой мужик, Валера с нами, Валера верим и так далее. А вот сейчас два поражения подряд у Ростова, и те же самые люди начинают кричать, мол, что-то здесь не то. Нас предали, нас обманули и так далее. Ну и давайте разберемся, стоит ли переживать из-за этих поражений, или, может быть, напротив, в этих матчах мы увидели какие-то качества Карпина, которые как раз и нужны нашей сборной. Давайте разберемся. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, будем откровенны, здесь изначально было понятно, что у Ростова есть минимальные шансы на то, чтобы получить очки в этих двух встречах. Ну, потому что «Зенит» — это чемпион России, «Динамо» — это команда с сумасшедшим составом, которая тратит огромные деньги на усиление и подписывает по-настоящему звездных новобранцев, вроде Бальбоэна, вроде Лаксальта и так далее, поэтому здесь силы изначально были неравны. И я вот, если честно, изначально предполагал, что у Ростова в первых двух матчах не будет набранных очков. И я уже тогда подспудно думал, что сейчас начнется нытье, каики, что взяли не того тренера и так далее, поэтому здесь стоит ли удивляться. На мой взгляд, и «Зенит», и «Динамо» были очевидными фаворитами в первых двух матчах против, собственно говоря, Ростова. И вот здесь, хоть дончане и играли на своем поле, но шансов на успех у них практически не было. Особенно сейчас, когда у команды нет «Соу» важнейшего нападающего, когда нет «Нормана», на котором держится весь центр поля, сейчас разница в классе между Ростовом и тем же самым «Динамо», не говоря уже о «Зените», слишком велика. Поэтому здесь ничего, по сути, не произошло. Я вот не знаю, Карпин придет в сборную России, вы что, ждете, что он сразу сделает команду топовой сборной, и мы будем обыгрывать Бразилию и, условно говоря, Италию? Наверное, нет. Наверное, и сборная в первых матчах при Карпине уж точно не будет показывать ничего сверх выдающегося. И хотелось бы отметить, что здесь Карпин не волшебник. Для того, чтобы сделать Ростов командой уровня «Зенита», нужно быть не каким-то выдающимся тренером, нужно быть стариком Хатабычем из легендарного советского фильма, чтобы соперник заболел корью или чем они там заболели. И то же самое в сборной. Поэтому я не удивлюсь, если и после некоторых неудач в сборной Карпина также начнут критиковать. Допустим, если мы не покажем игру уровня Манчестер-Сити в матче против того же самого хорватского коллектива. Поэтому здесь я на самом деле предполагаю, что очень быстро вот эта эйфория от Карпина уйдет. И некоторые наши блогеры-популисты быстренько переобуются. И они раньше кричали про усатого беса, а сейчас начнут кричать про волосатого беса. Или как-нибудь еще начнут обидно называть Карпина. Я не удивлюсь, потому что популизм он такой. И сейчас некоторые люди, ну, скажем так, не особо разбирающиеся в футболе, будут менять отношения к Карпину, глядя вот на эти результаты. Хотя, на мой взгляд, здесь никакой катастрофы не произошло. Второй момент. Это то, что Карпин здесь, если и виноват в чем-то, то в ограниченном формате. Потому что в первом ТОе он не понимал участия. Он сидел на трибунах. Он был отдельно от команды. Команда проиграла Динамо без него. А вот что касается «Зенита», здесь Карпин был на месте. И вы чувствуете разницу между этими встречами? С Динамо все было, если не в одну калитку, то достаточно убедительно со стороны белоголубых. А вот с «Зенитом» у Ростова был шанс даже отыграться. В концовке встречи там был момент, когда счет 2-3. И у Ростова были некоторые перспективные подходы к воротам соперника. И это я еще молчу про спорные судейские моменты. И вот если бы арбитраж отработал по-другому, кто его знает, опять же, как бы закончилась данная встреча. В общем, здесь, на примере вот этой разницы между матчем с «Динамо» и «Зенитом», я бы отметил то, насколько хорош Карпин как мотиватор, как человек, который управляет коллективом, заряжает его энергетикой, как человек, который умеет, ну так скажем, настроить свою команду в перерыве. Ведь и там, и там команда проигрывала после первых 45 минут. А в ответном втором тайме с «Зенитом» команда показала себя, а с «Динамо» ну как-то не особо. Поэтому здесь очевидна разница в Карпине, который умеет настраивать команду в том самом перерыве, а дальше успешно руководит ей по ходу встречи, делая подсказки, когда нужно, прикрикивая на футболистов и так далее и тому подобное. Также в этих матчах против «Динамо» и «Зенита» Карпин показал еще одно важнейшее умение, за которое его и взяли в сборную России. Это умение вводить в игру молодых футболистов и доверять им. Собственно, сейчас многие ждут, что Карпин обновит нашу сборную. И обратите внимание, сколько здесь молодых ребят получили шанс. Сухомлинов, Фольмер, Тугаев, шведы там Гигович и Альнквист, Глебов, это я вообще молчу, он ведущий сейчас футболист команды в центре поля и так далее и тому подобное. Здесь Карпин как раз показывает товар лицом и показывает свою готовность доверять молодым футболистам. Кстати, о них. Хотелось бы отметить, что в последнее время Ростов делает очевидный крен в сторону омоложения состава и в сторону построения, так скажем, местного российского Аякса. Это, конечно, своеобразная шутка и такой юмор, мол, наш Аякс и так далее, но ведь, согласитесь, политика весьма характерная. Ушли ветераны, Ионов, Попов, Еременко, Козлов, там, Алисами, остальные продали некоторых статусных игроков, вроде Чернова и Чистякова, а вместо них набежала куча молодежи, как нашей, так и Забугорной. И мы видим, что команда сейчас перестраивается под вот эту молодую поросль. И здесь ждать какие-то суперрезультаты прям вот в ближайшее время не стоит. Это команда, которая строится с достаточно серьезной перспективой на будущее. Это команда, которой нужно дать время. Поэтому сейчас, я думаю, в Ростове адекватные фанаты местные, ну, кроме Глори Хантеров, вот те, кто адекватен и понимает ситуацию, они и не ждали, что команда будет обыгрывать Зенит. Потому что, понятное дело, сейчас строится новый коллектив, строится молодая команда, и нужно ждать, нужно дать команде время. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем. Скорее, плюсы, которые я уже описал, с точки зрения того, как Карпин проявляет себя в этих встречах. Ну и, кстати, еще один важный момент, то, что Карпин, находясь под максимальным напряжением, он назначен в сборную России, его команда проиграла два матча на старте сезона, все шутят, что команда отправится в ФНЛ, что вот это совмещение ненадолго, и скоро Карпина уволят, то ли из сборной, то ли из Ростова. На фоне всего этого Карпин дает очень дипломатичное и осторожное интервью, где ведет себя максимально грамотно и сдержанно. Не конфликтует с Дзюбой, достаточно четко все проясняет и рассказывает. И вы знаете, мне кажется, что Карпин после назначения в сборную стал как-то даже поспокойнее. Раньше он был более дерзким парнем, там, ну и, и все остальное, все эти приколы нам известны, а сейчас он ведет себя, ух, я, наверное, нарвусь на критику, он ведет себя как государственный человек, то есть как человек, представляющий государство. Я ни в коем случае не сравниваю это все с Черчесовым, который был у нас государственным чиновником и полевым командиром, но согласитесь, тренер сборной должен быть более сдержан в плане высказываний и он должен быть дипломатом в известной мере. И Карпин сейчас таковым является. И то, что он ведет себя подобным образом именно под грузом вот этих поражений, это тоже большой плюс. Это говорит о его стрессоустойчивости, в которой, кстати, многие сомневались. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!